Тихвин в течение нескольких веков являлся крупным торговым центром северо-запада России. Через город шли европейские товары в Россию и русские товары в Европу. Благоприятное географическое положение на торговых путях, развитие ремесел в окрестных районах и в самом Тихвине сделало город в XVII веке важным торгово-промышленным центром. Ежегодные тихвинские ярмарки славились по всей России. Тихвин поддерживал торговые связи 45-ю русскими городами. Тихвинские купцы имели деловые отношения с городами зарубежными, в том числе гонзейскими – Стокгольмом, Нарвой, Ревелем, Ригой и Любиком. В 2010 году в Великом Новгороде был создан Союз русских гонзейских городов, в который вошли 11 городов России, официальных членов Гонзейского союза нового времени, в том числе Тихвин. Еще два города – Смоленск и Калининград – пока являются ассоциированными членами союза. В Тихвине в 2012 году постановлением главы администрации Тихвинского района создана постоянно действующая комиссия по делам Ганзы. Возглавил комиссию глава администрации Константин Полнов. Сопредседателем и уполномоченным по делам Ганзы в Тихвине стал советник главы Тихвинского района по взаимодействию со средствами массовой информации Станислав Смирнов. Комиссия призвана содействовать предприятиям, организациям, общественным организациям и объединениям Тихвина установление деловых контактов, экономических, культурных связей с партнерами других городов Ганзейского союза. К ее задачам также относятся организации поддержка участия тихвинской молодежи в международном движении «Молодая Ганза» и сотрудничество с международным пресс-клубом «Ганза-медиа». Тихвин в этом году впервые отметил 19 мая Международный день Ганзы. Его главным событием стал оригинальный проект под названием «Ганзейские игрища». В рамках проекта для школьников были организованы конкурсы сочинений и рисунков «Я живу в ганзейском городе», в которых они отражали ганзейскую историю Тихвина. Для школьников и студентов состоялся турнир по компьютерной игре «Патрициан-3. Расцвет Ганзы». Это экономическая стратегия, повествующая о морской торговле в Северной Европе XIV века. Прошли соревнования по играм с древней историей – шахматам, шашкам, городкам, в которых приняли участие тихвинцы от мала до велика. Инна Владимировна, кто сегодня принимает участие в соревнованиях? Вы сами или с кем-то пришли? Я сегодня шла с коллегой Назаров Артем Николаевич, это преподаватель нашего университета и сын Замятин Даниил. Оба играют? Оба играют. А как вы относитесь к теме ганзейского Тихвина? Ну я сама коренная тихвинка, поэтому мне всегда было интересно с точки зрения истории расцвет нашего края, как формировался наш город, какие экономические связи были, что способствовало росту, взаимодействию с международным сообществом нашего города. Поэтому исторически было интересно всегда. Ну и с профессиональной точки зрения все-таки институт нас в сервисе экономики, то есть носит название, поэтому экономические стратегии и экономические тенденции, они тоже нас интересуют. И в том числе, раз это сопряжено с темой ганзы. Дорогие ребята, мы рады сегодня приветствовать вас в Центре информационных технологий. Сегодня у нас проходит первый отборочный турнир, или первая игра турнира «Патрициан-3». Ганзейский союз – это союз городов, в которые ходит наш родной город Тихвин. Ганзейский союз состоит из 176 городов и 15 стран России. Как вы думаете, нужны такие соревнования и такой проект, как Ганзейский Тихвин? Ну почему? Да, очень даже нужно. Это объединяет как-то культурные традиции, также много узнаем. 19 мая на праздновании Международного дня Ганзы во Дворце культуры Тихвина победители ганзейских игрищ наградили дипломами. Красочная церемония развернулась в фойе Дворца культуры, превращенного на время в средневековый тронный зал. Торжественную аутентичную атмосферу создавали участники Тихвинского хореографического коллектива «Данс-арт-плюс» и фольклорного театра «Цвети наш край». Разыграли и главный приз – поездку в составе официальной интеллигации Тихвина в Белозерск на вторые русские ганзейские дни. Перед этим ответственным выбором участники Тихвинского танцевального коллектива «Данс-арт-плюс» исполнили танец-ритуал со стрелами, на обратной стороне одной из которых была метка – слово «победитель». Ну а теперь давайте посмотрим, кому же досталась метка со словом «победитель». Итак, победитель и обладатель главного приза – Артем Храповицкий. Ваши аплодисменты! В этом году Тихвин впервые отметил День Ганзы, и к этой дате мы придумали интересную историю, которая называется «Ганзейские игрища». И хотим предложить нашим коллегам по Союзу русских ганзейских городов сделать этот проект сетевым. В чем смысл этого проекта? В рамках ганзейских игрищ проходят спортивные соревнования по видам спорта, которые зародились в средние века и, может быть, даже раньше еще. И творческие конкурсы на знание истории своего города, на знание ганзейской тематики. А победители этих конкурсов и состязаний потом соревнуются между собой, участвуют в жребии, и выявленный победитель получает право бесплатно поехать на русские ганзейские дни. Вот у нас такой победитель был выявлен. Если во всех городах русской ганзы будет проходить вот такой проект, может быть, видоизмененный, может быть, с какими-то корректировками, и если потом на русские ганзейские дни со всех городов русской ганзы будут собираться победители таких турниров и конкурсов, то можно проводить в рамках русских ганзейских дней итоговое состязание и выбирать, определять того счастливчика, который сможет поехать на международные ганзейские дни. Вот в этом суть и смысл нашего предложения. Подоплекой всему этому это пропаганда нашей истории общей, это пропаганда ганзейского движения, это в этом на самом деле главный смысл и заключается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова